Свинситель Аукцион. Автор сценария Саймон Рассиопа и Ричард Эллиот. У неё была ужасная помада и соманка. Сегодня ничто не могло испортить мне настроение. Чувствую себя на миллион. Хм, на полсотни. Да, не цента больше. Спокойно, наплевать. Пустышки, я нет. Ну, я же тебе говорила, ну, а я тогда не поняла. Как он тебе? На шестьдесят. Максимум на сто. Так, мир сходит с ума. Почему на меня все таращатся? Ой, гульфик. Нет, там всё путём. Может, до них наконец-то дошло, что я симпатяга. Но при чём тут цены? О, Майки. Приветик. Посмотри и скажи, я в чём-нибудь изменился? Да, ты на продаже. В пятницу мы проводим аукцион кабанов. Вы продумываете план романтического свидания, мы вас как бы покупаем. Но главное, акция благотворительная. Как тут откажешься? Обожаю детишек. Сборы пойдут в помощь пожарным. А, я... Пожарных я тоже, кстати, люблю. И я. Пока. Чудесно. Устрою так, чтобы меня купила Бетти. А я закачу ей свидание, какого она в жизни не забудет. Так, найти бы теперь сообщника. Продано! Спасибо за то, что открыл мне глаза, Майки. Быть товаром у этих обнаглевших девиц, как будто мы мясо. Вот придумали же, а? Принудительное свидание, на котором чувак должен корчить из себя кавалера. Реджи, ты подаешь пример истинного героизма грядущим поколениям чуваков. Если бы все исполнились такой силы духа... Фу! Двадцать пять долларов! Пятьдесят! Ге-гей! О! О! О, семьдесят пять! Трудно! Даме в леопардовой шкуре! Гол! Глазам бы не смотреть! Знаю, варварство! Вот и мой черед! Что делать не забыл? Круть, а то! Это я так полагаю, да! Ну, пока! Жуть! Просто ужас! Не то слово! Стыд и позор! О, Марта! И тебе не понутру! Да, полезно иногда меняться местами! Шевели окороками! Фу! Далее в нашем списке аппетитных красавцев Линк Кармара! Салют! Привет, мои милашки! Линк прибыл, чтобы перевернуть ваш мир! О, боже! Меня сейчас тошнит! Мы начнем со ста долларов! Двести! Триста! Четыреста! Эджи! Эджи! Да нет же! Пора! А-а-а! Вот тупица! Ему от тебя что-то надо! О, да! Спасибо! Какой же он кретин! Пятьсот долларов! Шестьсот! Он так крут! Простите, леди, но меня приобретет не кто попало! Так, Бетти! Привет, Бетс! Реджи! Только не сейчас! Я только покажу тебе пару движений! Готовлюсь к следующему концерту! Плюс пятьдесят! Линк будет только мой! Эх, Бетти! Ну же, Бетти! Спасай! Семьсот! Хе-хе-хе-хе-хе! Так, отстань от бедной девушки! Сколько можно нас позорить? Прекратить! Продано! Той пухлой дамочке с чокнутым рокером за восемьсот! Я купила Линка! Ты купила Линка? Марта купила Линка! Дело сделано! Чао-какао! Это какое же такое дело? Майки просила отвлечь Бетти, пока Линка кто-нибудь не купит! При том, что из двух нераспроданных один Майки! Бетти теперь купит его! И, в принципе, Мавр свое дело сделал! Впервые слышу из этих уст такую длинную речугу! Кхм-кхм! Следующим идет... Майки! Морта! А ну, девочки! Сто процентная свининка без дужка! Пятьдесят! Восемьдесят! Девяносто! Девяносто пять! Похоже, все идет как по маслу! И по цене девяносто пять долларов он достается... О! Сто двадцать пять! О-о-о! Продана! Первые! О-о-о! 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 Доргис! Но-о-о! Я хотел Бетти! Предполагалось, чтобы Бетти... И наш последний лонд... И Брайлен Утерхо! И Брайлен Утерхо! Двадцать пять! Продана сострадательной даме в центре! И Брайлен, ты на расхват! Хе-хе-хе! Давайте разберемся! Я хотел быть купленным Бетти... Но достался Бернис! И потому Бетти купила и Брайана! А помилости Реджи... Марти... Достался Лид... Ясно? Так... А теперь кто-нибудь объясните все мне! Ты что, не хочешь? Класс! Привет, Майки! Жаль, твой план не сработал! Я не хотела достаться Бетти! Не представляю, что с ней теперь делать! Я там же! У меня вон Бернис! Ах! Я восхищаюсь Бернис! Ее доклады по-английскому... Это же чудо! Устройте свидание на четверых! Ты еще там не задохся, а? А почему бы и нет? Если совместить свидание, ты займешься Бетти, а я развлеку Бернис! Ну, как? Так... Гениально! Четвером! Спасибо, Реджи! Ну, не за что, Майки и Брайан! И ты, здравствуй! Слышь, вышло недоразумение! И ты пришла отменить наше свидание, да? Естественно! Да что у нас с тобой по жизни вообще может быть общего? Я всем скажу, свидание вышло на славу! Ты лезла целоваться, я разбил тебе сердце! Ну, вот так! Не гони лошадей! Я заплатила, и ты деньги отработаешь! Но? Но? Зайдешь за мной в шесть! Опоздаешь хотя бы на десять секунд! Нет, на три! Я выверну тебя наизнанку! Ты понял? Да, мэм! Готов? Готов! А-а-а! Эй! Привет! Слышь! А не устроить ли нам двойное свидание? Да, Майки? Лично я за! Ой! Ну, что же! Пойдем! Нас ждет потрясающий вечер! Что? Ах, ты ничего не забыл? Например... Например... Бернис! Бернис! А-а-а! Ну да, Бернис! Хе-хе-хе-хе! Надо, пожалуй, зайти за ней! Так... Устроим, Марти, свидание, чтобы на всю жизнь запомнила! Моя репутация сердцееда и ловеласа требует жертв! Давно пора! А-а-а! Ой! Ты мне еще спасибо скажешь, Линк Кормуран, за ценный урок и бесценный опыт! Я тебе не какая-нибудь там киска из клипчика! Охи-вздохи-доблохи! Ни рыба-ни мясо! Знаешь, что нравится женщинам? Э-э, да! Ну, там цветы, конфеты, прогулки по пляжу и я! Хе-хе-хе-хе! Пальцем да в небо! Глянь на себя! Кто же мне выискался, Свин Джонсон? Что это? Денег! На дворе Миллениум! Может, стукнешь меня дубинкой по темечку и потащишь в пещеру? Вообще-то думал, что мы сходим в кино! Ладно! Но если я застукаю тебя за джентльменскими ужимками, ты до конца жизни своей будешь биться в агонии! Так, взял под руку! Итак, честно говоря, мне бы и в голову не пришло, но мы с Ибрайаном согласились действовать сообща. Сначала его идея, потом моя. Задача была проста. Произвести впечатление на Бетти, не внушив подозрения этой... Как ее там, ну? Привет, Ибрайан! Ибрайан! Как ты? Ибрайан! Рад видеть! Спасибо, что помог с ускорителем элементарных частиц, да! Да, ладно! О! Ибрайан тут главный ботаник! Хе-хе-хе! Это я так, любя! А что это вообще такое? Цветилище скромного электрона. Легчайшие элементарные частицы, на которую возложена задача вдыхать жизнь в наши электроприборы. Невоспетому герою из мира элементарных частиц. И кто бы мог подумать, что электроны такие, такие! Эх, откуда ты столько знаешь, Ибрайан? Хе-хе-хе! Ну, кому-то же надо читать библиотечные книжки. Слышь, а это что? Мощнейший генератор Вандерграфа. Я бы на твоем месте не трогал. Да, меня не напугаешь этой железкой. Эй, Бетти, сейчас бы фотоаппарат. Майки, нет! Тут ведь не зря заграждения поставлены. Ненавижу электроны. Я уже взял билеты на супер-жокеев. Главный герой чем-то похож на меня. Если бы мне захотелось полюбоваться на потных вандалов с тестостероном вместо мозгов, я бы пошла к Майке и Реджи. Нет, мы пойдем на фильм тонкий о парадоксах женской души. Стрит-свинс. Сало и чувство, болван. Это же кино для девчонок. Я не могу, вдруг кто увидит. Пойдешь, как миленький. Или Бетти узнает, что самая щедрая спонсорша осталась с огромным пятаком. Выбирай. Соображаешь. Ты знаешь, я просто не уверена, что... Ага. Просто класс, Бетти. Может быть, мы пойдем погуляем? В смысле, без Эбрайана и Бетти. Конечно. Голову ниже. Отлично, Бетти. Красавица, так еще и спортсменка. Эй, ты как? Ощущаю легкую дезориентацию. Майки, не поможешь. Вишневый или супер-бас? Майки! Все, с меня хватит. Хочешь быть с Бетти? Давай. Но обращаться со мной, как с пустым местом. Прощай. Хм. Это в мои планы не входило. Да, нехорошо. А что я сделал? Разве не ясно? Выражаясь научно, ты вел себя, как свинья. Правда? Могу продемонстрировать. Четыре меча – это мы. Розовый – Бетти. Зеленый – я. Пурпурный – Бернис. Ты уж извини, желтый. Что так? Хроматическое обозначение сегодняшних наших отношений. Предполагалось, я и Бетти, ты и Бернис чудесно отдыхаем. А вместо? Ты оставил Бернис одну и прилепился, как банный лист к нашей паре. Бернис, почувствовав себя отверженной тобой, ушла. Вот так. Так что и ты! Вали! Я сел в лужу. Еще в какую? Нет, как я мог так поступить? Бетти, ты лучше нашего разбираешься в девчонках. Как мне загладить вину? Ужин? Цветы? Деньги? Если хочешь остаться цел, сейчас тебе ее лучше не трогать. Она взбешена, рвет и мечет. Лучше не соваться. И что? Вечер теперь безнадежно испорчен? Пожалуй, нам пора закругляться. Мадам, я получил несказанное удовольствие. Но мы слишком разные. Как позитроны и нейтроны, что соприкасаются, но не могут быть вместе. Желаю вам всего доброго. Домой проводить? Домой проводить? Сама. Ну, вот мы и одни. Проведем остаток вечера вместе. Завтра я буду ненавидеть себя, но... Ну, знаешь, Бетти. Линк, перестань! Ну, 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 мне их всех так жаль. Особенно ее отказаться от Ланса из-за того, что она его любит. Вот уж совсем не могла подумать, что ты такой нежный. Я тоже. Это впервые. Больше ни-ни. И без этого сердце рвется на части. Послушай, а ты меня часом не разыгрываешь, а? Ладно, ладно, я верю! Да, подпошлой грубой скорлупой оказалось мягкое ранимое ядро. Проводить тебя домой. Давай. Ну, тихо, тихо. Бернис! Бернис! Что? Прибежал поиздеваться надо мной? Вечера не хватило. Знаешь, мне безумно жаль, что все так вышло. Таких мерзавцев, как я, наверное, свет не видел. Наверное. Хочу извиниться за свое ужасное поведение. И как-то загладить свою вину. Сходим куда-нибудь. Нет. То есть? Надо отвечать. Да, Майки, я тебя, конечно же, простила. И все, прочее. Да прости, ты, я тебя прощаю. Просто бегу на свидание. Карета подана, миледи. Спасибо, Брайан. Назвала меня Брайан. Вот класс. Пока, Майки. Благодарить я тебя не буду. Я приглашаю тебя в кислородный бар. Свет приглушен, ценный класс. Ну, а кислород там всегда свеж. Феноменально. Но в данный момент я им горжусь. Ну как, полегчало? Да, уже. А знаешь, я чудесно провел время. Но я, в принципе, тоже. Ты уж извини, что была грубовата поначалу. Было бы неплохо, если... Ну, чтоб никто не знал. Все же, репутация. Привет, Марта. Линк? Ну, я... Пожалуй, пойду. Пока, Марта. Пока, Линк. Проваливай. Как свидание? Ну, так. Ужас. Наверняка не ужаснее мы его. А что так? Да. Не волнуйся. Все нормально. Честно? Честно. Удивительно, как много можно узнать о себе за одно лишь свидание. И не говори. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok